63 двора отремонтируют в этом году по программе комфортная городская среда. Программу попали самые разбитые старые дворы. В одном из таких дворов, ожидающих ремонта, побывала наша съемочная группа. Дому номер 69 на проспекте Победы уже около 50 лет. Все эти годы дом и вся придомовая территория не видели капитального ремонта. С советских времен здесь не предусмотрены ни парковки, ни тротуары, которые, к слову, по требованию безопасности, здесь просто необходимы. В последние годы проезд возле дома стал не менее оживленным, чем некоторые городские улицы. С 2010 года мы пытаемся что-то сделать. Мы обращались в мэрию для того, чтобы нам помогли немножко привести в порядок дворовую территорию. Но, как видите, пока у нас ничего не получилось. Мы обращались в комитет по управлению имуществом и даже писали прием президента. И самое главное, что мы очень хотели. Это пешеходная дорожка. Немножко расширить дорогу, чтобы машины могли занять карманы, могли припарковаться. А бабушки, дедушки, да и мы, да и женщины с колясками, мамочки могли проехать по дорожке. Парковка еще сложнее. Во время межевания территории вышло так, что дом практически лишился своей законной дворовой площади. Дважды нам схемы возвращались, потому что там были кадастровые ошибки. Видите, ее понять может, конечно, только специалист. Вот сейчас у нас проведено было собрание, и мы оба дома вместе провели собрание. Я обратилась опять, уже с утвержденной схемой, опять в геодезию пришла. И в геодезию мне сказали, что теперь мы должны сделать межевой план всего района. Просто руки опускаются. Дома старые. А посмотрите, что вот у этого дома вся территория ихняя, а у нас нету. То есть проблема должна все-таки мэрия как-то это. И вот, допустим, сколько дому лет, и вот даже ни одного парковочного места нету, ни одного. У нас штрафуют за то, что мы ставим на газонах машины. И вот сколько лет мы уже боремся за то, чтобы мы законно сделали эти парковки, сделали детский городок для детей. Раньше здесь, вот на месте парковки дома был детский городок хороший. Вот у нас все дети на нем выросли. Вот. А сейчас получается то, что вот столько лет мы бьемся и к депутатам, и везде ходим, и бесполезно все. Мы попали в проект по благоустройству города. Мы, конечно, очень рады, очень благодарны. Мы собрали все документы, которые нужно было нам подготовить. Мы все сделали. И, конечно, будем участниками, мы будем помогать. Проект партии «Единая Россия. Городская среда» был поддержан на федеральном уровне депутатами Государственной Думы и были выделены впервые денежные средства в сумме 20 миллиардов рублей на ремонт дворовых территорий и общественных зон по всей России. Городу Череповцу на ремонт дворовых территорий досталось 109 миллионов. И это немалая сумма для начала этой программы по формированию городской современной среды в этом году, на 2017 год. Был объявлен сбор заявок 31 марта, и в течение трех недель дворовая территория управляющей компанией ТСЖ могли подать заявку с перечнем документов на включение в данную программу. Было подано 288 заявок, 177 из них были допущены к двору. Что же стало основными критериями? Конечно, это подъезд к социальным объектам, потому что те дворы, через которые проезжает большое количество машин, к детским садам, к школам, они в большей степени страдают от изношенности асфальтового покрытия, от состояния парковочных карманов. И поэтому это, конечно, был определяющий критерий. Одним из также основным критериев было трудовое участие дома. И мы увидели дома, это, как правило, в большей степени ТСЖ, которые включены в работу, много уже что сами сделали и планируют сделать. Кто-то собственными силами сделали парковку, кто-то поставил детскую площадку или планирует ее сделать. На сегодняшний день в программе 63 дворовые территории, которые будут отремонтированы за счет программы «Городская среда» в 2017 году.